Тень – это область, в которую не попадают прямые лучи от источника света. Тени на поверхностях мы видим, а сама затененная область остается обычно невидимой. Чтобы ее обнаружить, надо внести в нее какой-нибудь предмет. Когда на улице светит солнце, все предметы отбрасывают на землю тень. Вот тень от столба, а где же тень от проводов? Тень от этих проводов сильно размыта. А эти провода висят высоко, и тени от них не видно. Похоже, что ее просто нет. Сделаем опыт. Возьмем проволоку и приблизим ее к земле. Вот тень, которую она отбрасывает. А теперь поднимем ее повыше. Тень постепенно размывается и пропадает. Спрашивается, почему? Пусть источником света будет не солнце, а два отдельных фонаря, расположенных близко друг к другу. И пусть предмет находится близко к экрану. Вот тень от первого фонаря, а вот от второго. Туда, где эти две тени перекрываются, не попадает свет ни от одного фонаря. А в боковые области свет от одного фонаря попадает, а от другого нет. Полной тени здесь нет, но и полного освещения тоже. Поэтому эти области называются полутенью. Солнце – это светящийся шар, и каждая точка на его поверхности служит источником света. Крайние точки задают и размер тени, и размер полутени. Если предмет отодвинуть от экрана, тень станет уже, а полутень – шире. Если отодвинуть еще, тень на экране совсем исчезнет, а полутень станет еще шире. Удаленные от земли провода отбрасывают на землю только широкую полутень, и она почти незаметна. В этом опыте роль Солнца будет играть яркое круглое пятно, создаваемое фонариком на матовом стекле. Полоска картона, установленная рядом с экраном, отбрасывает на него четкую тень. Отодвинем полоску от экрана – края тени расплываются, на ее границе появляется полутень. Если посмотреть на источник из области полутени, мы увидим не весь яркий круг, а только его часть. Посмотрим, как освещенность экрана меняется при появлении полутени. Для этого возьмем экран с узкой вертикальной щелью и поставим за ним датчик освещенности. Горизонтальное положение щели фиксируется датчиком движения. Поставим картонную полоску вплотную к щели. Проведем первое измерение. На графике мы видим четкие границы освещенной и затененной области. отодвинем полоску от щели и повторим опыт. Граница тени размылась. Мы видим это на графике. Отодвинем полоску еще дальше. Тень исчезла совсем. Проведем мы наблюдаем только размытую полутень. Если Луна в своем движении по орбите оказывается напрямой между Землей и Солнцем, на Земле происходит солнечное затмение. С Земли Солнце и Луна кажутся одинаковыми по размеру, поэтому лунная тень на поверхности Земли совсем небольшая. В этой области солнечный диск целиком закрывается Луной и происходит полное затмение. Область лунной полутени гораздо обширнее и в ней наблюдается частичное затмение.